А мы заходим на форум Помпеи. Это сердце древнего города. Так как этот город считался своего рода убежищем для переселившихся сюда богатых римлян, которые строили роскошные виллы, таверны, бордели, магазины, то и форум Помпеи был задуман по форме, напоминающей римский форум. Открытая просторная площадь, которая была ограничена рядом продуктовых магазинов, меняли деньги, здесь проходила политическая, экономическая, судебная жизнь. Площадь была окружена монументальными зданиями, портиками, колоннадами. Такой деловой центр города Помпеи и самая древняя базилика II век до н.э. Здесь в глубине базилики находился трибунал. Он был двухъярусным и предназначался для выступлений судей и других должностных лиц. Руины многочисленных храмов. Здесь располагался храм богу Аполлону и обязательно капиталистская триада, состоящая из храмов бога Юпитеру, Юнони и Минерви. Археологи нашли здесь надписи, написанные большими красными и черными буквами на фасадах зданий. Это были лозунги, связанные с предвыборной кампанией. Когда вы обходите разные кварталы, вы идете по улицам, оборудованными тротуарами и пешеходными переходами. И здесь расположены дома, магазины, пекарни, прачечные и все те услуги, которые были необходимы для жизни города и его жителей. Очень привлекает и поражает внимание исключительная сохранность домов. Некоторые до сих пор стоят двухэтажные дома с крышами. Привлекает внимание мозаика и многочисленные фрески. Основное население города составляли богатые землевладельцы, а также владельцы небольших пригородных участков, ремесленники и торговцы. Бедное население проживало в небольших домиках из трех-четырех комнат, а в домах торговцев и ремесленников на первом этаже располагались мастерские и торговые лавки. Жилые комнаты были на втором этаже. Дома богатых людей отличались роскошью и комфортом. Украшались мраморными мозаичными полами, в бассейнах сооружались фонтаны, ставились мраморные столы, а стены расписывались и украшались статуями. 80% Помпеи, по которым мы сегодня гуляем, относятся ко II веку до н.э. Вот такая яркая картина о провинции Древнего Рима. Продолжение следует...